Это миф или реальность? Близкий соратник кроссфит это первая пятерка наиболее популярных фитнес-трендов с 2015 по 2018 год. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня слово фитнес, наверное, знает каждый с этим смоком, особенно те, кто эффективно заботится о своем здоровье, хочет хорошо выглядеть, красиво и привлекательно. Об этом слове о фитнесе пишут много, говорят много. Естественно, если мы называемся Российским университетом спорта молодежи и туризма, то туризм подразвивает различные формы оздоровительной деятельности. В первую очередь, конечно, это фитнес. Индустрия – это та область, которая зарабатывает какие-то экономические средства, мягко выражаясь. А в данном случае разговор идет о здоровье, о здоровье сберегающих технологий, которые мы, как ведущий вуз, должны предлагать как услугу нашему населению, не побоясь этого слова. Поэтому, когда зародился фитнес, само такое понятие слова фитнес идет у нас из Америки, когда были такие средования бодибилдеров, когда показалось красивое тело, но красивое тело – это не всегда здоровье. А нам нужны здоровые люди, здоровая молодежь, которую мы оставим в дальнейшем нашу страну, наше государство. А для того, чтобы молодежь была здоровой, ее надо как-то зажечь этой деятельностью, чтобы это стало, извините за слово, как потребность, как наркотик. Если не пришел в спортивный зал, тебе плохо, тебе нехорошо. Поэтому, в общем-то, существует такая проблема, как фитнес-индустрия. Она настолько многообразная, понятно, кто-то делает просто на этом деньги, а кто-то заботится о здоровье. Названий было очень много, начиная там, скажем, фитнес, тяжелоатлетический фитнес, фитнес-аэробика, водный фитнес, далее, помните, степами всякие занимались, проводили всякие конвенции. Разнообразие огромное. Выделить, что лучше влияет на организм, видимо, невозможно, потому что каждый выбирает то, что ему более нравится, и, видимо, то, что более доступно, в том числе и финансовая составляющая. Потому что, сами понимаете, все клубы, они не бесплатные, большей частью они частные. Поэтому кто-то зарабатывает деньги на здоровье, а кто-то просто в свое здоровье вкладывает деньги. Если существует потребность, значит, существует такая индустрия, видимо, экономика, как индустрия, например, туризма. Что такое туризм в государстве? Это условия, какие есть в государстве, ресурсы, водные ресурсы, например, этнографические ресурсы, исторические ресурсы. Туда люди едут, туда вкладывают деньги. Так и здесь, надо завлечь людей, чтобы они вкладывали деньги в свое здоровье. Сколько много очень слышим мы сейчас отзывов в интернете. Много фирм, сидящий образ жизни. Молодежь хочет двигаться. Это нормальная физиологическая потребность двигаться. Поэтому, если в каждом таком офисе будут внедряться вот такие, скажем, физкульт-минутки, может быть, даже так, то, что было раньше в Советском Союзе, будет очень здорово. Люди хотят, потому что это повышает производительность. Если даже дать полчаса рабочего времени или обед продлить на полчаса, люди позанимаются, производительность будет выше. Работодатели только выиграют. Поэтому симбиоз работодателей и желающих повышать уровень своего здоровья сейчас, в общем-то, на острие, скажем, лезвие ножа. А это здоровье нации. А здоровье нации – это будущее нации. В общем-то, поэтому я считаю, что такие конференции нужны, необходимы, потому что огромное многообразие направлений в этой индустрии. И просто медицина, обеспечить и питание, самое главное, и психология. Пока не будет психологии, мы не сможем пойти в зал. Как говорят, пока, значит, не клюнет, русский мужик не сдвинется. Да, так и здесь. Как только нам плохо, мы бежим куда? К врачу или в спортзал. А до этого просто вот как-то вот лежим на диване. Поэтому, если это будет большая реклама полезности и необходимости данных мероприятий, я так думаю, со здоровьем у нас будет все очень здорово. И, наконец-то, мы забудем про это несчастное поколение клинских, которые рекламировали 20 лет наше телевидение. Теперь нужно рекламировать здоровый образ жизни. Это красиво. Красивое тело, оно всегда порождает хорошие положительные эмоции. Поэтому, если сегодня на конференции люди поделятся теми наработками, знаниями, которые они за это время получили, за этот год, в предыдущей конференции, это будет очень здорово. Самое главное, радуюсь, что на конференции, я посмотрю, присутствует очень много молодежи. Именно от молодежи и зависит вот все, что будет происходить дальше. Профессоры, они молодцы, они хорошие теоретики. Но все-таки практика, как говорит педагогика, лучший метод обучения – это наглядный метод обучения. Лучше не раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому вузы спортивной направленности именно и должны этим заниматься. Однако у этих защитных механизмов есть предел и могут возникнуть повреждения. Маловероятно, что одно истощающее упражнение может спровоцировать эти повреждения. С гордостью заявляю, что шестая ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Наука для фитнеса» состоялась. И мало того, что состоялась, состоялась успешно. Как вы можете видеть, полный зал, звездные жюри. Дима Ишанькин, Денис Гусев, Александр Волков. Много профессур и преподавательского состава собственных «Соливка». И как единогласно они отмечают, уровень представляемых докладов на этой конференции значительно растет, даже по сравнению с прошлым годом. Это значит лишь одно, что ученый фитнес на правильном пути. Всех будем рады видеть у себя в лицее и на следующей научно-практической конференции в 2019 году. Могу, конечно, с удовольствием послушал все работы, которые сегодня были озвучены на конференции «Наука для фитнеса». Что-то подчеркнул для себя, возможно, что-то даже буду использовать в своих методиках подготовки. В целом, все было интересно. И, конечно, для общего познания любому спортсмену рекомендуется изучать актуальные, скажем так, научные сведения, данные в области спорта. Смотрите название вашего доклада. Исцедание с такшалой, и разумание бедуровку Собери. Что лучше? Как представитель жюри могу отметить, что из года в год качество докладов значительно улучшается. Количество участников и веер докладов и география, которые представлены на этой конференции, значительно шире, чем было предыдущее. Я искренне хочу поздравить молодых энтузиастов, наших ученых, которые активно развивают эту сферу физкультурно-спортивной науки. Спасибо. Обратил внимание, что только идет иностранная литература. А что, отечественная литература вообще отсутствует? Или вы просто ее просмотрели? Только что закончилась шестая конференция, посвященная науке о фитнесе. Я помню все, что происходило с первой по нынешней шестой. И должен сказать, что я даже не мог представить себе, что ситуация так изменится лучше. Я наблюдал, как люди делали доклады первый раз, второй, третий, некоторые уже четвертый и пятый. И какая разница? И вот сейчас, когда видишь, как выступает человек первый раз, и человек, который уже выступает минимум третий, видишь, да, не то, что прогресс, а какое совершенствие. Чем эта конференция заполнилась? Но еще, помимо всего, что были представлены интереснейшие доклады, впервые вышел сборник трудов конференции, где четко указана Всероссийская конференция, шестая Всероссийская конференция. И этот сборник будет включен в Ринц и Лайбрери. И все авторы таким образом повысят свой индекс Хирша. И дальше это будет всегда. Я, как главный редактор журнала «Терапевт», обязуюсь, что отчет и конференции будет опубликован в журнале. Отчет и фотографии. Также, что я могу сказать? Ну, надеюсь, что в следующем году, на седьмой конференции, будут достигнуты еще большие результаты. Может, уже будет не просто сборник трудов, а труды конференции. И что еще могу сказать? Ну, всем участникам конференции желаю всего самого-самого лучшего. Приятно быть на шестой конференции. Наука для фитнеса. Это всегда важно, всегда нужно. И спасибо, что позвали. Молодые специалисты стараются, но хочется чего-то более актуального. Очень много сейчас фитнес-различных приложений, много онлайн-консультаций. Вот эти вот современные вещи, мне кажется, нужно исследовать. Мы же наблюдаем здесь. У некоторых был ЧСС на народном пороге. У спортсмен своих спотов. 120 ударов в минуту. 120 ударов. Вы представляете? Сегодня нашу конференцию открыл ректор РГУФ Смит, профессор Тамара Викторовна Михайлова. Она подчеркнула важность этой конференции. Сказала о том, как важно, что наука стала интересоваться фитнесом. И фитнес идет в стены РГУФКа за одним. Действительно, получить научно-обоснованные методики, научно-обоснованные программы и начать тренировать своих клиентов действительно правильно. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова